Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Темы сегодняшней программы мы назвали так – «Здоровые зубы. Фактор здоровья и долголетия». И у нас в студии сегодня исполняющая обязанности главного специалиста-стоматолога Гафурова Гульнара Минсуровна. Здравствуйте, Гульнара Минсуровна. Здравствуйте. Очень рад вас приветствовать. У нас тема такая, очень интересующая многих телезрителей. Поэтому давайте сначала начнем с того, что охарактеризуйте, пожалуйста, саму заболеваемость, болезнь зубов. Насколько у нас эта заболеваемость выражена именно в регионе, в Гульнарской области? Может быть, в сравнении с другими регионами, может быть, какие-то есть отличия? Здоровье полости рта является одним из основополагающих факторов общего здоровья человека. 90% населения земного шара страдают теми или иными заболеваниями полости рта. Но, к сожалению, не так много внимания уделяют наши пациенты здоровью полости рта. Как считаете, почему человека, что может останавливать к визиту к стоматологу? На самом деле, что может останавливать? Что это? Страх или какой-то психологический фактор какой-то? Что это? Или какие-то суждения, слухи, домыслы? Почему человек не сразу идет? Наверное, все, что вы сказали, в какой-то степени будет влиять на посещение стоматолога. Есть, конечно, уже пациенты и маленькие пациенты, которые уже знают, и родители их подготовили. И они уже идут с радостью получить красивую новую пломбу, и все у них замечательно. Есть пациенты, которые, конечно, очень боятся нас. Скажи, пожалуйста, а вот коронавирусная инфекция, не могу об этом не спросить, она повлияла все-таки на рост именно болезни зубов? Если посмотреть анализ заболеваемости 2021 года, тогда можно отметить, что достаточно сильно увеличились заболевания слизистой оболочки полости рта. Кроме того, уже опубликовано достаточно много исследований, которые показывают, что более 80% населения, переболевших новой коронавирусной инфекцией, в той или иной степени страдали заболеваниями полости рта. Конечно, трудно сказать, это были симптомы именно коронавирусной инфекции или последствиями принятия той медикаментозной терапии. Мы не можем сказать, но такая статистика есть, это более 80%. То есть мы знаем, что изменение вкуса большая часть населения страдала. Глитоз, то есть запах изо рта, это большая часть населения отмечает. Кроме того, кандидозы, множественные обращения пациентов в этом году было. И другие заболевания слюнных желез. Распространились заболевания слизистой оболочки полости рта после перенесенной новой коронавирусной инфекции. То есть, судя по вашему ответу, получается так, что люди, страдающие, имеющие теле или заболевания рта полости, зубов, десен, неважно, они все-таки относятся к группе риска, получается. Да, конечно. И то есть, опять же, если касаться сейчас вакцинации, то получается, они подлежат обязательно вакцинации, я так понимаю, чтобы действительно не рисковать, потом какие-то осложнения получать, да? Вакцинации подлежат обязательно все, желательно все пациенты, да? С наличием заболевания полости рта это 100%. Все, хорошо. Очень много мест сейчас, где можно получить стоматологическую помощь, да? На самом деле, разнообразие можно. Это и частные клиники, и государственные учреждения. И даже иногда там открываются кабинеты какие-то, да? Просто вот, ну, лицензируются, естественно, да? Ну, то есть, человек может, у него большой очень выбор, куда может прийти и получить действительно такую хорошую стоматологическую помощь. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное суждение, и как врача с большим опытом, да? И как специалиста-стоматолога, именно вот как вот человеку действительно разобраться в той вот рутине, да? Вот этих мест стоматологической помощи, куда пойти лечить зубы? Ну, конечно, в первую очередь, любая стоматологическая клиника, поликлиника должна иметь лицензию на оказание на врачебную деятельность. То есть, в принципе, пациент может спросить даже это, да? Да, конечно, и эти документы представлены на сайтах поликлиника. На стендах иногда тоже, да? На стендах обязательно мы их дублируем, конечно, чтобы все пациенты могли ознакомиться. Кроме того, на стендах можно ведь увидеть и весь состав врачебный, который ведет прием, в данном лечебном учреждении. Вот есть такой специалист, парадонтолог, да? Или стоматолог-гигиенист. Вот насколько часто нужно к этим специалистам обращаться? И на самом деле, я считаю, что вот вообще наши телезрители, наверное, не все даже и знали, наверное, сегодня услышали эту информацию, скажут, на самом деле, вот нужно посещать таких специалистов. И насколько часто? Всегда рекомендую пациентам приходить раз в полгода. А вы знаете, что от парадонтита мы теряем зубов больше, в разы больше, чем от кариеса и его осложнений. И поэтому парадонтит, он же на первых этапах, мы даже симптомы его как бы и не принимаем во внимание. Такие, как запах изо рта, кровоточивость, чувствительность зубов. Да, мы на них и внимания не обращаем. Хотя уже у 12-летних детей уже это заболевание есть. Ну тогда вот, Гуляна Миссуновна, вы уже сейчас сказали о гигиене, да? Давайте тогда вот на этот вопрос тоже эту тему развернем, да? Вот скажите, вот есть разнообразие зубных щеток, зубных паст, да? Есть специальные там приспособления, там, ирригаторы, да, зубная нить и так далее, и так далее. То есть вот скажите, пожалуйста, вот как подобрать правильно зубную щетку, зубную пасту, насколько они могут подойти или не подойти, да? И вот те приспособления, которые я сказал, как часто они должны применяться человеком, да? И на самом деле есть ли от них польза, ну раз они есть, да, значит, они имеют право на существование, да, значит, ими надо пользоваться. Но тогда как часто, насколько они действительно полезны или там, вот на эту тему давайте поговорим. Чтобы подобрать средства гигиены полости рта, нужно, конечно же, обратиться к специалисту-стоматологу, потому что все индивидуально. Здесь, конечно, оказывают влияние такие факторы, как наличие ортодонтических конструкций в полости рта, наличие ортопедических конструкций в полости рта, общие соматические заболевания или заболевания в полости рта. Прикус тоже оказывает немалое важное значение. Поэтому лучше всего для того, чтобы подобрать зубную щетку, зубную пасту и другие средства гигиены полости рта, лучше, конечно, обратиться к специалисту, к стоматологу, который именно вам подберет все средства. Но хочется заметить, если мы выбираем зубную щетку, ну какие мы критерии обычно смотрим? Из какой щетины сделано? Натуральной или искусственной? Конечно, предпочтение нужно отдать искусственной щетине, потому что адгезия на искусственных щетинках значительно меньше, чем натуральной щетине. То есть инфицирование ее будет значительно дольше, и распространение микроорганизма будет меньше. Конечно же, второй элемент, на что мы обращаем внимание, это жесткость зубной щетки. Есть зубные щетки от ультрамягких до ультражестких. Все зависит от пациента. Если у нас пациент маленький, который вылезли первые зубки, конечно, ему ультрамягкую зубную щетку. Если пациент 12 лет, ему нужна мягкую зубную щетку, чтобы он пока еще несозревшую эмаль не травмировал. Если у нас пациент со здоровой полостью рта, со здоровыми зубами, ему нужна жесткость зубную щетку, потому что она будет хорошо очищать полость рта. Жесткие зубные щетки – это уже индивидуально. Их ни в коем случае нельзя без назначения врача использовать. Если посмотрим на разнообразие, на богатейший рынок зубных паст, который сейчас у нас есть, тогда, конечно, нужно обращать внимание здесь на то. Пасты у нас бывают либо профилактические, лечебно-профилактические, либо лечебные. Лечебными пастами пользоваться без назначения врача не нужно. Но профилактические зубные пасты. А на ней, получается, это можно у консультанта спросить? Мы можем взять упаковочку и посмотреть состав зубной пасты. Нам нежелательны компоненты, которые содержат антисептики в профилактических пастах, потому что может нарушаться флора в полости рта. Конечно, лучше выбирать комплексные пасты, которые будут защищать от кариеса, предотвращать образование зубной бляшки и оказывать мягкое действие на парадонт. Наши пациенты спрашивают, какая зубная щетка лучше, электрическая или механическая. Конечно же, электрическая зубная щетка замечательная. Но чтобы ей пользоваться, нужно обязательно обратиться к доктору. Он вам объяснит и укажет на ваши недостатки при чистке полости рта. Кроме того, не всем разрешается эта зубная щетка. То есть с наличием повреждений эмали, такими как патологическая стираемость, нарушение в области шеек, мы эту зубную щетку использовать не можем. Хотя она замечательная, она хорошо чистит, добирается до самых труднодоступных мест. По поводу выбора зубной щетки, нужно обратиться к стоматологу. Тем более, если это от возраста зависит? Конечно, от возраста зависит. Мы выбираем либо мягкую, либо жесткую. Размер рабочей части зубной щетки тоже имеет значение при выборе, тем более касающий возраста. Желательно применять зубную щетку, где рабочая часть 2,5-3 сантиметра. Если ребенку, то чуть меньше. То есть, чтобы она затрагивала два зуба, два рядом стоящих зуба, и прочищала как раз все промежутки. Гульана Минсуровна, вот еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот какие все-таки наиболее часто встречаются заболевания ротовой полости, заболевания зубов? Ну и десен тоже. Вот какие, вот если взять какой-то рейтинг, да, вот на первом месте такие-то, на втором месте такие-то, на третьем такие-то, вот какие наиболее часто распространены? Заболевания полости рта достаточно распространены вообще на всем земном шаре, как я вот говорю. 90% населения земного шара страдает заболеваниями полости рта. Это начиная от кариеса, патологии... Самый такой распространенный, да, кариес? Кариес, заболевание парадонта и здесь, это оболочие полости рта. И вплоть до новообразований. То есть онкология даже? Онкология очень распространена сейчас в полости рта. Если смотреть кариес, конечно, самое распространенное, самое нами узнаваемое заболевание, когда образуется дефект в полости рта, дефект в зубе, это заболевание, например, у 6-летних детей уже распространено на 58%. То есть у них еще только начинается смена молочных зубов на постоянные, а такая большая распространенность. К 12-18 годам уже распространенность достигает 85%. А если посмотреть на 40-летних людей, почти все они имеют хотя бы одну пломбу в полости рта. 98%. Сейчас с развитием цивилизации очень распространилось заболевание парадонта. То есть мы стараемся есть мягкую пищу. И поэтому распространенность заболеваний парадонта на сегодняшний день более 90% тоже. Так получается, то, что мы говорили, специалист парадонтолог, очень актуально, да? Это сейчас... И стоматолог, гигиенист. Конечно. Это профилактика? Конечно, конечно. Хотелось бы отметить онконосторожность. Онкологические заболевания, увы, не прошли мимо тканей полости рта, они занимают восьмое место среди самых распространенных раков. И являются, пожалуй, одним из дорогостоящих в лечении. Поэтому большое внимание в нашей поликлинике, очень большое внимание оказывается онкосторожность. То есть мы постоянно проводим обучение врачей. Постоянно мы проводим дни открытых дверей, где любой желающий пациент может прийти и без очереди, не записываясь, просто без предварительной записи обратиться и провести осмотр полости рта. А вот вообще заболевания зубов и десен, и ртовой полости в целом, они могут повлиять как-то на развитие других заболеваний? Например, вы уже сказали, онкология. Это самое печальное. А вообще на заболевания желудочно-кишечного тракта, на заболевания сердечно-сосудистой системы. Есть какое-то взаимодействие именно с ртовой полостью и именно с заболеваниями зубов и десен? Ну, конечно, эта взаимосвязь здесь уже давно доказана. Конечно, патогенная флора, которая поражает слизистую оболочку полости рта и вообще органы полости рта, они были обнаружены в близлежащих тканях, то есть лорорганах, желудочно-кишечном тракте. Ну, кроме того, они разносятся и током лимфы, и крови, и в более отдаленные участки, такие как сердце, суставы, почки. Мы встречаем такие заболевания, которые, казалось бы, ничем не связаны с зубами, с патологией полости рта. А патогенная флора выявляется при таких заболеваниях, как миокардиты, ревматизм, да. То есть поражение сердца, сердечной мышцы и так далее. Да, да, да. Интересно. Гульман Минсорнов, вот еще такой вопрос. Ну, заболевания зубов, понятно, да, это на самом деле, вот как вы сказали, что это очень, так скажем, откровенно дорогостоящие процедуры, да, дорогостоящие лечения, и иногда, на самом деле, приходится прибегать уже к таким очень, ну, действительно, очень специфическим, значит, методам лечения, да. И телезрители очень часто задают вопрос, а вот по полюсу ОМС, да, вот много ли входит в стандарты, именно в клинические рекомендации, то есть, ну, другим словом, что можно получить бесплатно, да, и что на самом деле, может быть, не входит где-то в эти стандарты, да, и действительно уже приходится вот человеку оплатить какие-то деньги. Вот на самом деле, вот именно вот по ОМС, насколько он может получить действительно такую своевременную помощь, и какую именно помощь в рамках ОМС? Оказание бесплатной стандартовической помощи прописано в региональной программе, территориальной программе государственной гарантии. С этим документом можно ознакомиться на сайте, можно ознакомиться в холле наших стандартовических отделений. Территориальная программа государственной гарантии предусматривает оказание помощи в плановом режиме в течение двух недель с момента обращения, то есть пациент может через госуслуги, по телефону, при личном обращении записаться на прием и получит талон в ближайшие две недели. Возникновение острой боли неотложной помощи оказывается в течение двух часов в любом отделении. Кроме того, неотложная помощь оказывается во все рабочие дни, в субботние дни, в воскресенье, все праздничные дни и ночью с 21 часа до 7 часов утра всегда оказывается стандартовическая неотложная помощь. Она оказывается бесплатной. В территориальной программе государственной гарантии прописаны все пункты оказания бесплатной стандартовической помощи. То есть все анестезии, проводимые для лечения или удаления, проводятся бесплатно. Эндодонтическое лечение, то есть пломбирование каналов, проводится бесплатно. Лечение, ортодонтическое лечение, съемными ортодонтическими конструкциями детей с врожденными аномалиями проводится тоже бесплатно. Но, конечно же, мы всегда даем пациенту альтернативу. То есть он может выбрать тот или иной метод лечения, тот или иной материал. И к платным относятся такие услуги, как подготовка к ортодонтическому или ортопедическому лечению, то есть удаление сверхкомплектных зубов. Конечно, косметические процедуры тоже в полости рта тоже все проводятся платно. Но это в любом случае обговаривается с врачом. Конечно. Все индивидуально, везде индивидуальный подход у вас, я знаю. Вот ортопедическая помощь, вы сейчас уже сказали, это протезирование зубов. Есть какие-то сейчас тренды, может быть, современные именно в этом направлении? Или вообще расскажите об этом виде помощи? Ортопедическая помощь, как и другие виды стоматологической помощи, у нас в нашей поликлинике, ГБУ стоматологической поликлинике города Ульяновска, оказываются все возможные варианты, так скажем, ортопедической помощи. К ортопедической помощи нужна предварительная подготовка, так скажем, диагностика полости рта. И максимально, чтобы улучшить эту диагностику, мы приобрели такие аппараты, как компьютерный томограф. Ортопедомографы, вы, наверное, знаете, у нас уже были во всех отделениях, практически в 8 отделениях были. И мы в этом году приобрели компьютерный томограф. Кроме того, для диагностики у нас также есть оральная видеокамера. В этом году был приобретен стоматологический микроскоп. У нас во всех отделениях приобретен такой аппарат, как аутофлоресцентная стоматоскопия, АФС, где безинвазивным методом мы осматриваем пациентов на наличие онкопатологии, то есть аппарат ранней диагностики онкопатологии. Аппарат закуплен во все отделения. Следующее, наверное, новшество, которое мы ввели в последние годы, это был щадящий метод лечения начального кариеса зубов у детей. Это метод ICON. С какого возраста? Ну, здесь стараются брать, конечно, постоянные зубы, но когда появляется кариес, он находится в стадии пятна, без препарирования происходит пломбирование зуба. Вот еще хотел спросить такой вопрос, потому что очень многие тоже его задают. Зубы мудрости. Вот насколько часто все-таки это становится проблемой? Нужно ли его удалять? В каких случаях? Вот давайте на эту тему тоже. Зубы мудрости, конечно, мы смотрим индивидуально. Удалять его или сохранять. Если у нас в полости рта зуб мудрости, который не приносит нам никаких проблем, то есть он не разрушен, он не нарушает... Не вызывает дискомфорт, да? Да, не вызывает дискомфорт. Не находится в прикусе, не травмирует слизистую... Быть лежащий, да? То есть часто травмируется слизистая щекка, да? Слизистая щекка не нарушает наш... Не оказывает действие на соседние зубы травматические. Наверное, никогда не нужно этот зуб удалять. Да, конечно. Хотя у нас бывают девушки, которые удаляют по косметическим показаниям такие зубы, говорят, что улыбка становится красивее. Интересно. А если зуб находится вне дуги, конечно, мы его удаляем. Если зуб травмирует слизистую, травмирует рядом стоящий зуб, тогда, конечно, мы его удаляем. Если для того, чтобы выровнять ряд, зубной ряд, нужно место, часто удаляет тоже зубов мудрости по ортодонтическим показаниям. Зачатки зубов мудрости закладываются не как обычные зачатки в перинатальном периоде, да? Позже. А закладываются значительно позже, уже где-то в 3-5 лет. И прорезаться они начинают где-то к 18 годам. Иногда бывает так, что зуб мудрости прорезывается несколько лет. То есть в 20 лет появился один бугорок зуба мудрости над слизистой оболочкой. И только к 35 годам мы можем увидеть весь зуб мудрости. Иногда бывает, что зубы мудрости прорезываются при полном отсутствии остальных зубов. Уже при полном отсутствии. То есть пациент уже благополучно удалил все зубы. Носит съемные протезы. И постоянно давя протезам, он травмирует это слизистую и провоцирует прорезывание этого зуба. Дети очень любят жевательные резинки, разные мятные конфеты. Вроде бы и реклама такая, меньше сход, что вроде бы они приносят пользу, дают пользу. Ваше личное отношение? Можно ли их часто, не часто? Насколько они полезны или может быть не всегда полезны? Всем ли? Давайте на эту тему еще. Жевательные резинки, я за их использование, но в разумных пределах. Если мы после еды будем использовать в течение 10-15 минут, мы достигнем эффекта, что у нас выделяется зубная, продолжает выделяться слюна. А после еды слюна омывает полосы рта, то есть вычищает все микрочастички, которые у нас остались при жевании. Но не более, конечно, 15 минут, так как уже будет процесс влиять на заболевание желудочно-тишечного тракта. То есть определенное время только можно пожевать? 10-15 минут после приема пищи. После приема пищи, да? Спасибо большое. Ну и уже по традиции, в завершении нашей программы, может какие-то добрые советы, как от специалиста-стоматолога, как от человека? Хотела бы пожелать, посоветовать, пожелать нашим телезрителям, конечно, здоровья. Это на сегодняшний день, наверное, самое главное. Мы бы хотели вас видеть на профессиональных осмотрах. Профилактических осмотрах. Профилактических осмотрах. И тогда, наверное, мы вместе с вами сохраним вашу и нашу улыбку здоровой, счастливой, красивой. Спасибо большое, Гульна Анатольевна Сорновна. Спасибо за такой хороший, интересный и плодотворный разговор. Спасибо большое. Ну что ж, вот на этом наша программа сегодня закончилась. Я всем желаю здоровья, всем желаю счастья, успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.